приветствую всех на канале скорпион тв сколько стоят монеты номиналом 20 копеек периода правления николая второго какие разновидности есть на этой монеты и какая из них наиболее дорогая если вас заинтересовали эти вопросы или просто хотите знать актуальные цены на данный момент посмотрите это видео до конца причем я продолжу я хочу напомнить что на моем канале начался конкурс на розыгрыш этой монеты 5 копеек 1837 года как только видео наберет 500 лайков я проведу онлайн конкурс среди комментариев под видео поэтому ссылочку я оставлю в описании не забудьте пройти по этой ссылочке и поставить лайк ну и конечно же комментарий и у вас появится шанс выиграть эту монету начну с характеристик монеты металл серебро 500 пробы масса монеты 3,6 грамма диаметр 22 миллиметра сразу хочу сказать что монета оценивается прежде всего по состоянию поэтому чем выше состояние тем выше стоимость этой монеты по разновидностям монеты прежде всего выделяют несколько вариантов это относительно аверса монеты инициалы минсмейстера в данном случае это fb что соответствует минсмейстеру или кум бабаян монета чеканилась 1901 года по 1917 включительно при четырех минсмейстерах это феликс залемон александр редько или кум бабаянс и виктор смирнов также есть разновидность относительно реверса монеты обратите внимание под даты чеканки указаны буквы монетного двора все монеты с 1901 года по 1917 чеканились на и санкт-петербургском монетном дворе но с 15 года указание монетного двора на монетах не чеканилась это касается прежде всего монет белоновских номиналом 10 15 и 20 копеек а также медных монет это связано с тем что ввиду переименование санкт-петербурга в петроград было принято решение не чеканить указание монетного двора я сейчас расскажу по каждому году тираж и при каком минсмейстере чеканилась эта монета по годам также назову особо редкие типы ну и примерную стоимость каждого варианта и так тираж 1901 года суммарный по двум минсмейстерам феликсу и залиману и алекса александр редько составил 7 миллионов 750 тысяч 20 штук наиболее редким считается выпуск с инициалами а р что соответствует александр редько убитки ну монета с редкостью r2 особо редкая выпуск 1902 года неизвестен но далее уже монеты до 905 года включительно чеканились с инициалами а р александр редько монета 902 года стартует от 30 долларов сразу хочу сказать мы стоимость монет который я называю это прежде всего касается состоянии не ниже в рифа и чаще всего это касается состояние xf экстра файл то есть очень хорошая или превосходное и так 1903 год тираж монеты составил 10 миллионов 14 штук 1904 год 13 миллионов 10 штук 5 год 11 миллионов штук начиная с шестого года монета чеканилась при или кумба боятся до 913 года включительно при этом тираж 1906 года неизвестен но монеты продают в целом в зависимости от состояния от 10 долларов тираж 1907 года составил 20 миллионов 9 штук восьмого года 5 миллионов 9 штук девятого года восемнадцать миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч 11 штук десятого года 11 миллионов 9 штук и одиннадцатого года восемь миллионов 11 штук двенадцатого года большая часть тиража это 15 миллионов 8 штук была чеканина с инициалами эбэ что соответствовали кумба боян но небольшая часть скорее всего до чеканка монет была выполнена с инициалами минсмейстера виктора смирнова это буквы в с здесь у меня б а наиболее редкая по биткину r3 с инициалами в с также тринадцатый год money монета чеканилась при двух монет минсмейстерах значит при или кумба боянцы викторе смирнове но я хочу сказать что здесь уже ситуация наоборот то есть биткин r2 считается с инициалами и б то есть вероятно всего это было до чеканка монет аверса монеты с двенадцатого года а наиболее частым считается монеты тринадцатого года с инициалами в с тираж 4 миллиона двести пятьдесят тысяч семнадцать штук четырнадцатый год я хочу сказать что это в общем-то тиражи уже с этого года начали значительно увеличиваться это было связано с тем что началась первая мировая война или российской империи как основного участника этой этого в этой войны потребовались большие финансовые массы поэтому мелкая монета станет начало чеканиться без каких-либо ограничений и так думайте столько тираж 1914 года составил 52 миллиона 750 тысяч 15 штук и соответственно тираж 15 года вдвое больше 105 миллионов 500 тысяч штук 16 год еще больше тираж 131 миллион 670 тысяч штук тут я хочу остановиться и сказать что допустим с учетом даже тиража большего чем допустим пятнадцатом году шестнадцатый год оценивается коллекционерами несколько выше ну процентов на 15-20 стоимость монеты если допустим стандартная цена пятнадцатого четырнадцатого пятнадцатого года это от четырех до семи долларов в зависимости от состояния монеты то шестнадцатый год на 15 процентов будет дороже и наконец последний выпуск 1917 года опять-таки биткин r1 достаточно редкая тираж этого вы этого года составил три миллиона пятьсот тысяч штук но я хочу сказать что с учетом даже такого достаточно большого тиража монета встречается крайне редко я приложу вам несколько скриншотов по проходам с начиная с девятнадцатого года обратите внимание девятнадцатый год 7000 чуть более 7000 гривен двадцатый год порядка 12000 гривен там без 5 гривен а вот а спустя полгода того же 2020 года монета была монеты были проданы одна за 21000 чуть более 21000 гривен авто 2 проход около 20000 гривен ну и последний проход по монете за конец мая 2021 года составил 5212 гривен это порядка 190 долларов монета состоянии несколько хуже чем предыдущие естественно проход несколько меньше но тем не менее хочу сказать что достаточно он высокий по отношению как бы допустим по стандартной монете и на сегодняшний день известно очень большое количество подделок так допустим берут наиболее дешевый вариант монеты выпуска 1915 года и с помощью перерезки так называем современная подделка изменяют цифру 5 на 7 такие копии продают даже в это копия из оригинальной монеты продают от 350 гривен это порядка 13 15 долларов всем большое спасибо за просмотр надеюсь вам понравился мой обзор не забудьте поставить лайк и подписаться на канал чтобы не пропустить очередное видео ну и конечно же не забудьте про то видео о котором я говорил в начале моего обзора до свидания